Стоит или не стоит утром исключать завтрак? Мнения разные. Часто диаметрально противоположные. Есть мнение, что утром можно не завтракать вовсе. Завтрак нужно заслужить. Чаще всего физической нагрузкой. Реже просто воздержанием в плане еды часов до 11-12. Да, реально при этом обмен веществ включен. Углеводы расходуются. Уровень сахара снижается ниже 4. И появляется здоровый аппетит. Но! В случае если ваша печень не решилась вам в этой ситуации помочь. И не включила глюконеогенез. Это процесс переработки в углеводы, жиров и белков. И в этом случае вы можете в ожидании аппетита легко войти в так называемое лечебное голодание. И теряя жиры, бог с ними. Да, многие пытаются от них избавиться. Но терять белки достаточно плохое занятие. Потому как иммунная система работает все-таки на белках. И вы можете пострадать здесь. Ну и плюс, если вы где-то накопили какую-то мышечную массу. Она тоже будет в этом случае рассасываться. И превращаться в банальные углеводы, в банальный сахар. Участие людей утром действительно нет аппетита. Именно потому часто в меню новых ресторанов стоит легкий углеводный завтрак. Чашка кофе или чая. И круассан либо булочка. А отсутствие аппетита утром часто связано с тем, что был не самый правильный ужин. Возможно его английский вариант. Такое видео, кстати, есть на моем канале. Можете посмотреть. Или просто праздничное застолье. Как правильно выходить из него, тоже такое видео есть на моем канале. И процесс пищеварения просто еще не закончился. Но при этом в крови присутствуют не продукты переваривания пищи. Потому как ночью кровообращение в пищеварительной системе резко снижено. И мощности не хватает все полноценно переварить. А бактериям хорошо. Там в кишечнике всегда тепло. Всегда влажно. Вне зависимости от сезона года. От сезона, от времени дня попадают еще продукты питания. Которые если не переварил хозяин, не переварил человек, переваривают бактерии. И продукты из жизнедеятельности попадают в кровь. Если вы считаете, что это самое правильное питание с утра. У меня иное мнение. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете. Почему утром завтрак нужен всем? Что такое правильный завтрак для здоровья? И каким должен быть ужин, чтобы завтрак утром добавил вам еще больше здоровья? Так почему же завтрак утром нужен всем? Ну 8-10, а у кого и 12 часов сна, это не отдых. Это активное восстановление вашего организма после рабочего дня вчерашнего. Если у вас будет правильный завтрак, тогда и наступающий день пройдет активно и плодотворно. А пока ваш организм ночью работал, он многое израсходовал на подготовку вас к новому рабочему дню. Ощутимые и самые большие потери, но незаметные глазом, это потери воды. Рассматривая отеки на лице или теле, вы не можете так на глазок определить, сколько потеряли воды за ночь. Хотя эта вода уже не ваша, она находится в отеках, она не участвует в обмене веществ. Вы не сможете оценить свои потери воды, пока не взвеситесь, до и после сна. Но перед тем, необходимо безусловно опорожнить, но только мочевой пузырь, не кишечник. Разница между двумя показателями, вечером и утром, это реальные потери воды. Потери, которые сложно оценить, это потери углеводов и жиров, как источников энергии. Ведь обмен веществ шел ночью, вяленько нашел, а восстановление шло активно. Это все энергия. А также использование как углеводов, жиров, так и белков на восстановление клеток. Чему способствуют витамины и микроэлементы? Да, они нужны в микроколичествах, но они тоже расходовались ночью. И сложно представить даже, что важнее, какой из компонентов важнее. Просто вода. Граммы белков, жиров, углеводов. Или миллиграммы витаминов и микроэлементов. Важно, что вы все это теряли в разных количествах, но теряли. Причем от 3 суток, если вы спали 8 часов, до половины дня, если спали 12. И вы считаете, что завтрак утром вам не нужен? Думаю, что трезвомыслящие люди меня поддержат. Поэтому, если вы проснулись утром бодрым и активным, значит ваш организм за ночь все успел сделать правильно и полноценно восстановиться. Безусловно, в таком организме есть и резервы. Их можно было бы использовать в ожидании аппетита. Но стоит ли их проверять количественно на практике? Ведь работающая мышца – это мощный и активный конкурент вашему мозгу, вашей печени, почкам. А самое главное – иммунной системе. Которая должна работать на белках и предупреждать различные заболевания. Как вирусные, так и бактериальные, так и онкологические. Аутоиммунные процессы предупреждать. Но продолжать работать или все же правильно перекусить за завтраком – это ваш выбор за вами. Однако активно накачать мышцы у вас вряд ли получится с утра. Мало белка. Ведь вы не из питания вкладываете белок в мышечную систему. А отбираете белок у мозга, у печени, у почек, у вашей иммунной системы. У всех без исключения клеток. Работающая мышца украдет белок у всех. Также таким способом легко довести суставы до плачевного состояния. Легко и просто. Им точно также нагрузка есть. А восстановление откуда они возьмут? Из воздуха? Да, кислород нужен. Компоненты воздуха сегодня достаточно разнообразны. Но недостаточно для правильного питания хрящевой ткани. Поэтому, если вас разбудило утром чувство долга, будильник, сохраняется утренняя или печеночная лень, в этом случае полноценного восстановления не произошло. И тут нужно уже задуматься. Значительно хуже, если лень растягивается на весь день. Синдром хронической усталости – это индикатор давности и запущенности процесса. Особенно плохо, если он возник в молодом растущем организме. До 20-25 лет. Когда идет формирование организма. А вопрос на чем, а не на чем. В этом случае нужно не просто поддерживать как взрослому человеку активность обменных процессов и восстановления в клетках. А ежедневно и еженочно наращивать многие клетки. Новые клетки. Из чего они будут наращиваться? Опять-таки из воздуха и воды. Может быть некоторые пьют просто с утра воду. Да, это здорово. Но на мой взгляд этого недостаточно. А правильный завтрак для здоровья утром должен выполнить два обязательных условия. Восполнить использованное за ночь. Ну и обеспечить вашу активность как минимум на ближайшие 3-4 часа. Как максимум на ближайшие сутки. Когда должен наступить завтрак? Ну оптимально вскоре после пробуждения. По нескольким причинам. Во-первых, вы уже знаете сколько потеряли воды. И эти потери необходимо компенсировать в первую очередь. Иначе увеличение вязкости крови, нагрузка на сердце и все системы начинают страдать от того, что они теоретически даже не могут получить нужное питание. Потому как сердце не способно обеспечить нужный трафик по сосудам. Во-вторых, не только почки, но и печень ночью активно работала. Очищая вашу кровь. Результат очищения крови почками вы знаете. Он был в мочевом пузыре и количественно определить легко. Работу печени определить сложнее. Результат ее работы находится в желчном пузыре. И с утра вопрос, что будет делать вашей печени желчный пузырь после пробуждения. Потому как если после сна выпить просто воду или воду с медом. Очень вероятен сброс желчи в кишечник. Особенно если вода поступила в теплом виде. Здесь различные сюрпризы возможны. Для вас неожиданно и возможно. Но они реально прогнозируемы. О которых я скажу прямо сейчас. Сброс желчи в кишечник после приема воды с медом достаточно реален. Если после этого желчь попадет в желудок. Такие варианты очень часты. Как правило появляется подташнивание или тошнота. Боль в желудке. Ну и развитие эрозивного гастрододенита в ближайшей перспективе. И атрофического гастрита с раком желудка в отдаленной. Если желчь пойдет по кишечнику. Это можно расценивать как эквивалент слепого зондирования. Нарушается пищеварение. И все последующие события с этим связаны. Потому что нарушенное пищеварение это в принципе бессмысленное питание делает любой пищей. Ведь пища вложенная в кишечник это не ваша пища. Вы положили ее для конкуренции с бактериями и с паразитами которые там могут быть. Бактерии там есть всегда. В уроке конкурирует одна единственная ваша пищеварительная система. Успели переварить? Все прекрасно. Не успели? Вздутие живота, урчание, газы с запахом либо без. Несущественно какие нарушения происходят. Важно что пищей вы питаете не себя. А братьев своих меньше. Если вода утром мешает вам заниматься спортом. И по этой причине вы ее не принимаете сразу после сна. Очень вероятно образование камней в желчном пузыре. В случае если не произошел сброс желчи. Почему образуются камни? Да легко и просто. Вы за ночь потеряли много воды. Если утром вы не восполнили эти резервы. Вода будет выбираться из желчного пузыря. Есть там такой механизм. Желч начинает концентрироваться. А в концентрированном растворе легко выпадают различные соли. Желч всегда содержит различные соли. Которые могут образовать камни разного химического состава. Если вы воду с утра не пьете, а занимаетесь спортом. Этот механизм у вас вероятно может произойти. Особенно это касается женщин. У женщин желчекаменная болезнь 4 раза чаще, чем у мужчин. В третьих. Затраты на восстановление организма. Я напомню еще раз. Это не только вода. Потому как после такой длительной нагрузки как сон. Также нужно компенсировать многие компоненты. Особенно если сон был прерывистым. Вы страдаете бессонницей. Поэтому в течение первого часа после пробуждения. Все же должен поступить завтрак. Индикатор готовности вашего желудка в прием пищи. Это аппетит. Если он появился самостоятельно. Завтракайте. Если нет. Вам нужен аперитив. Самый простой аперитив утром. Просто стакан чистой холодной воды. В которой вода с одной стороны весом раздражает желудок. С другой стороны умеренная прохлада. Усиливает приток крови к желудку. И секрецию желудочного сока. И минут через 20-30. Здоровый желудок выделит. Нужное количество сока. И он готов к перевариванию пищи. Если аппетита от такой процедуры нет. Желудок не самый простой. Но тогда более сильное воздействие. Подойдут соки кислого либо кисло-сладкого вкуса. Например яблочный или цитрусовый. Либо можете приготовить коктейль молотого. Я понимаю многие. Их от необходимости мыть соковыжималку. Слегка вводит это состояние в стресс. Без проблем. Коктейль молотого. Такое видео есть на моем канале. Можете посмотреть. Как приготовить. И как правильно пользоваться. В зависимости от состояния вашего желудка. При появлении аппетита. Сразу. Либо минут через 30-40. После любого апперитива. Который не вызвал появление аппетита. Завтракаете. Качество и количество входящих в завтрак ингредиентов. Но определяет ваш распорядок дня. Как минимум на ближайшие 3-4 часа. Ну и могут лимитировать некоторые заболевания. Которые увы. К сожалению присутствуют у многих людей. Если вы планируете заниматься спортом. Тогда первый завтрак должен быть легким и питательным. Это может быть каша размазня. Может быть овощной суп. Рагу. Принятые минут за 40-60 до начала занятий. Они обеспечат вас как энергией. Так и водой. Если ваш образ жизни менее активен. Значит вам нужен более плотный завтрак. С которым в ваш организм может поступить любой концентрированный источник белка. Мясо. Рыба. Птица. Яйца. Бобовые. Молочные продукты. А что правильно использовать на гарнире. Смотрите видео дальше. Если вам хочется отведать блюда из свинины либо говядины. Или баранины. То самое полезное время их употребления. Именно первый завтрак. Эти продукты перевариваются пожалуй дольше всех. Просто красное и жирное мясо переваривается значительно дольше чем все остальное. Поэтому лучше их съесть. С самого утра чтобы получить больше пользы. А вот если вам нужен кальций. Тогда молочные продукты лучше перенести на более позднее время. Не на завтрак. Да вы их можете съесть. За завтраком они полноценно переварятся. Но содержащийся в них кальций. Более активно будет удаляться через почки с мочой. Или может остаться на память в виде оксалатов кальция. А накопление оксалатов кальция в почках. В лоханках почек не самое простое. Не самое лучшее удовольствие. В данной ситуации. Что лучше использовать на гарнир? Ну все таки я бы советовал овощи, фрукты, зелень. В привычных вам комбинациях. Лучше после термической обработки. В втором виде они могут чрезмерно ускорить движение содержимого по кишечнику. И находящаяся рядом белковая пища. Просто не успеет переработаться вашими ферментами. И полноценно перевариться. Поэтому при сочетании сырых овощей и фруктов. И достаточно тяжелых белковых продуктов. Вы можете нарушить как переваривание пищи. Так и ее усвоение. А зачем нужно было вкладывать деньги в эти достаточно интересные продукты питания. Вкладывать их в пищеварительную систему. Чтобы они транзитом пролетели по вашему организму. Условно я часто привожу в пример. Так хорошо жить в такой системе питания в частном секторе. Есть чем удобрять огород. Но для здоровья это имеет меньшее значение. Поэтому важно правильно комбинировать. Тяжелые белковые продукты с растительными. Чтобы пищеварение и переваривание пищи. Шли максимально эффективно и результативно. Результат который вы увидите в своем здоровье. По уровню своего здоровья. А каким же должен быть ужин? Чтобы утром был аппетит. И завтрак добавил вам еще больше здоровья. Ужин должен быть однозначно питательным. Чтобы вы не просматривали гастрономические сны. И вместе с тем ко времени сна должен хорошо перевариться. Иначе продукты гниения просто не дадут вам ночью выспаться. Один из которых аммиак. Понятно. Водный раствор аммиака нашатырный спирт. Спать с нашатырем около подушки. У изголовья подушки. Достаточно интересное удовольствие. Но вряд ли кто заснет. Поэтому за час полтора до сна. Могут поступить такие кисломолочные продукты. Как йогурт. Кефир. Простокваша. Закваска. Либо овощной рагу. Овощной суп. Но я отдаю предпочтение кисломолочным продуктам. Потому как периодически появляется повод для праздничного застолья. И такой ужин легче заменяется более тяжелыми продуктами. И легче они потом перевариваются. Меньше проблем. Вы не станете искать мое видео. Как восстановиться после праздничного застолья. Хотя оно уже есть на канале. На ужин за 2-3 часа до сна. Может поступить мягкий творог. С фруктами либо с сухофруктами. С зеленью. По вкусу. На ужин за 4 часа до сна. Или тот самый ужин до 18 часов. Может поступить белая морская рыба. С овощным либо фруктово-ягодным гарниром. Для лучшего переварения. Рыбу можно предварительно обработать соком кислого вкуса. Лимонным. Клюквенным. Но ни в коем случае не стоит. В ужин до 18 часов. Вкладывать тяжелые продукты. Свинину. Говядину. Баранину. Им очень сложно перевариться полноценно. За несколько часов до сна. И процесс вниения в кишечнике вам обеспечен. Безусловно. Такой подбор продуктов на завтрак и ужин. Подходит для относительно здорового человека. Потому как некоторые заболевания. Могут носить в него свои существенные коррективы. Однако. Стоит или не стоит. И как правильно стоит начинать и заканчивать свой день. Это ваш выбор. Свой вариант я вам предложил. Основные результаты от вашего решения. Вы уже знаете. А на этой позитивной ноте. Это видео я буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете. Кому отправить ссылочку на это видео. С кем из друзей, знакомых. Или в каких соц сетях поделиться им. Я это видео буду заканчивать. И подумаю. Какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok.